Больше века в историческом центре Казани на улице Ватутина стоит двухэтажный многоквартирный дом. Оказавшись внутри этого колоритного и, на первый взгляд, уютного терема, попадаешь в невыносимые условия. В 47 ветхих квадратах живут две семьи из 8 человек. Уже четвертый год они ведутся с полкомом борьбу за расселение и снос деревянной развалины. Во что превратилась постройка 1916 года и в каких условиях вынуждены находиться жильцы, догадаться нетрудно. Здесь нет не то что элементарных удобств для жизни. Водоснабжение, канализация, отопление здесь страшно просто находиться. Когда здание признали аварийным и подлежащим сносу, на управление жилищной политики была возложена обязанность установить сроки, порядок расселения людей. Тогда жильцы стали ходить по судам и отстаивать свои права. Сначала мы просто ходили в администрацию, в городские службы. Нам всегда говорили, да-да-да, мы с вами поговорим, но дальше дело не шло. Поэтому дальше мы начали обращаться в судебные органы. Сначала был выигран суд по признанию аварийности. Теперь мы обратились по расселению. Но я еще раз говорю, почему-то все это должны делать жители и делать за свой счет. Администрация почему-то ответственности ни за что, ни за что. Да-да-да, будете-будете, мы вам все сделаем, но лет через 50. Вот все ответы администрации. То есть они просто ждут, когда нас завалят в этом доме. И эти наши и их проблемы в этом случае будут сразу уже решены. У нас до кладбища ровно 800 метров. Жильцы надежды не теряют, хоть и понимают, что каждый день подвергаются серьезной опасности. В 2 часа ночи просто обвалилась крыша перекрытия в одной из квартир второго этажа. И вот эти балки все упали на потолок первого этажа. Как выдержало перекрытие первого этажа, никто не знает. Просто людям повезло. Люди в это время спали на первом этаже, и вдруг на их головы упали многотонные. Заметьте, потому что бревна перекрытия – это огромные конструкции. Вот. Упали просто на первый этаж. Естественно, потолок треснул, вся штукатурка осыпалась. Ну, вот это была первая ласточка. Параллельно с этим люди стали укреплять свое жилище деревянными балками, чтобы однажды не оказаться под завалами. Стену вот так вот. Ее вот так можно потолкать. Это вот она укреплена еще. Сейчас пока, да. Когда это все прямо висело. Она падает туда. Естественно, какие балки. По всем при этом это выдержат. Надо дым тут. Так что... Это еще только пока. Вот они ненадолго стоят. Серьезно. Это вы в каком году укрепляли? А ладно. А в каком году укрепляли? В 18-м. Вот тогда свалилось все. Это ужас, что тут творилось. Дым стоял кругом. Дым. Однако в управлении жилищной политики заверяют, что жильцы в свое время сами отказались от переселения. А сараи вы тоже вот такие вот снимали за дом? В суде адвокат жильцов заявил, что по закону исполком должен исполнить свое же постановление. Дом снести, а людей расселить в квартиры. Все, чего просят жильцы сейчас, не подвергать здоровью и жизни людей опасности и расселить оставшиеся две семьи в соответствии с нормами закона.